Охотники за костями Никаких элементарных сил у коренных жителей Барамагны не было. Для обороны использовали просто оружие. Пробежимся по наборам. Агория выпускалась не много и не мало. По одному представителю от каждого поселения. Огонь, вода, джунгли, лёд, камень и песок. В наборах было чуть больше чем 10 деталей. Но выглядели они интересно. Конечно же благодаря шикарным маскам и оружию. Доступный способ пополнить детальную базу оружием. Агория, что были в титанических наборах, я решил не считать, если что. Хоть особой силой Агория не отличались, но думать умели. Именно Агория создали социальную систему набора Магни. И, совсем уж грубо говоря, заставили Глаторианов сражаться друг с другом. Почему грубо говоря? Да потому что Агория нанимали Глаториан для боёв. Для чего это было нужно? Конечно же не для развлечения. Глаториане чаще всего дрались за ресурсы, либо так решали споры, возникшие между поселениями. Кстати, интересный факт. Только у Агория Песка не было собственной деревни. Агория тоже могли участвовать в поединках, но не в полной мере. Им было разрешено помогать Глаторианам. Не более. Глаториане – это просто воины, отличные от Тоа. Тоа обладают элементарной силой, Глаторианы – нет. Вообще, Глаториан – это профессия, и не больше. Как уже говорилось, Глаториане – наёмники, дерущиеся на аренах. Также могут позвать на помощь Агории, или устроить поединок на животных или транспортных средствах. Они полагаются на свою физическую силу и оружие, без всяких элементарных сил. То, что мы видели в мультике, сделано благодаря Матануе. Сами Глаториане открыть потенциал оружия не могут. Помимо обычного оружия, использовали Торнексы, видео о которых есть на канале. Можете глянуть как-нибудь. В качестве наборов выходило довольно много интересных экземпляров. Тут тебе и Глаториане льда, огня, воды – чего хочешь. Разнообразие куда больше, чем у Агории. Помню, у меня была парочка. Например, Вастус. Матануе хоть и выходил в прикиде заурядного Глаториана, к таковому его отсылать будет некорректно. Это великий дух, создавший себе оболочку. Его истинный же облик – огромный робот. На этом всё. Есть ещё много чего, о чём можно рассказать. В последующем ждите ролик о Титанах 2009 года. Возможно, по данной тематике выйдет ещё 2-3 видео. Потом мы перейдём к Маре или Фантока. Я ещё не решил. С вами был Лего Стайл. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok